Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня на обзоре у нас будет 3d лазерный уровень который продается для внутреннего китайского рынка но с некоторых пор доступен и для заказа в россию это отдельный завод название имеет аббревиатуру hc и расшифровывается как хэнг пришел от такой упаковки пришел очень быстро сразу на руки компании издек в районе 10 дней давайте скроем и посмотрим он поближе вот в такой коробке и пришел вот в такой сумке сумка на первый взгляд очень достойно сшита все ровненько давайте откроем и посмотрим это зеленый 3d лазерный уровень комплект входит зеленые очки зарядное устройство также адаптер для работы от сети 2 аккумулятора по 4000 миллиампер час переходничок с 5,8 дюйма на 1,4 дюйма поворотное металлическое основание многим уже знакомо можно купить его отдельно и сам 3d уровень вот друзья такой комплект приходит стоит уровень на сегодня в районе 11 тысяч рублей зелеными лучами с красными лучами стоит в районе 7 тысяч рублей эта модель имеет максимальные возможности работа от сети 3 плоскости по 360 зеленый луч все переключается по отдельности работает с приемником из конкурентов можно выделить клубиона 3d зелеными лучами и фаерка 3d сравнительный обзор которых сделаю чуть попозже так ну давайте рассмотрим все поближе корпус уровня не могу сказать что сделан идеально есть какие-то потертости небольшие особенно у переключателя вот здесь если видно вам то есть такие моменты вот внизу основание идет металлическая крышка пластиковая то есть видно даже они отличаются по цвету и вот это основание на нем не очень качественная краска по всей видимости сам корпус также металлический и сверху крышка пластиковая сами башни крепко приклеены корпусу на корпусе есть уровень для предварительной грубой установки очень удобная вещь и по всей видимости как я понял это сенсорное управление потому что кнопки здесь физически не нажимается и также здесь гнездо под micro usb для работы от сети либо зарядки аккумулятора снизу идет резьба 1,4 дюйма батарейный отсек закрывается вот на такую пластиковую крышку здесь вставляется только один аккумулятор то есть второй идет про запас с одним работаете другой заряжаете и так по кругу на мой взгляд самое неудачное решение это расположить ползунок включения и разблокировки компенсатора на дне прибора то есть если когда вы ставите на какую-то площадку на пол на просто ровную поверхность либо на штатив то включать нивелир будет не совсем удобно хотя сам ползунок отрабатывает очень хорошо очень четко я чувствую как компенсатор блокируется вот такой интересный корпус металлический сам кстати прибор не очень большой по сравнению с той же клубионой и firecote 3d он точно не больше по всей видимости даже чуть чуть поменьше но в сравнительном обзоре будет сразу видно излучатели стоят вот такие маленькие по всей видимости это свои китайские излучатели посмотрим как они светят на стеклах отдельного специального покрытия нету как помните у firecote 3d и клубионы 3d есть сиреневый оттенок это специально такое покрытие для большего устранения паразитных лучей здесь такого напыления нет но посмотрим опять же как это скажется вот сама сенсорная панель outdoor это включение режима работы с приемником на улице VH это переключение плоскостей по отдельности также в комплекте такой маленький переходничок довольно аккуратно сделан с 5,8 дюйма на 1,4 очень удобный как и говорил два аккумулятора на 4000 мАч сам аккумулятор можно также отдельно заряжать от провода идущего в комплекте и когда подключаете зарядку то загорается светодиодная индикация вот красненьким цветом когда батарея заряется будет гореть зеленым цветом ну честно говоря такое решение в принципе должно быть удобно потому что одна батарея стоит в приборе и другую можете отдельно спокойно заряжать также в комплекте очки со специальными встроенными светофильтрами но очки посредственные сделаны не очень качественно как вы сами можете видеть и отдельный поворот на основании с тремя крутилками эта крутилка перемещает в этом направлении базу эта крутилка перемещает в этом направлении базу соответственно и третья крутилка крутит основание вокруг своей оси достаточно удачная база плавный ход но единственное здесь есть ограничение то есть вот это поперечное и продольное смещение оно в районе сантиметра крутить вокруг своей оси можно до бесконечности также на нем есть пузырьковый уровень для грубой установки предварительной и внизу резьба 5,8 дюйма в принципе сам по он также является переходником с 1,4 на 5,8 при надобности ножки скручиваются вот такое основание да но кстати продается отдельно если кому-то нужно то ссылку на проверенного продавца оставлю под видео там же смотрите ссылку и на прибор как зеленым так и красным лучом так друзья вот я вставил аккумулятор давайте посмотрим как он работает в заблокированном состоянии кстати компенсатор блокируется очень хорошо никаких люфтов ничего не болтается прикладываем палец кнопки outdoor и загорается у нас горизонт в режиме заблокированного компенсатора то есть можно размечать что-то под наклоном линия кстати при этом не мигает горит постоянно кнопкой hv вы можете переключать линии по отдельности то есть функция работы с заблокированным компенсатором реализована здесь в полном объеме чтобы выключить также прикладывайте палец на кнопку outdoor при разблокировке компенсатора сразу включается горизонт если уровень превышает угол наклона 3 градуса то он начинает мигать и издавать звуковые сигналы при установке на более ровную поверхность звук прекращается при нажатии на кнопку hv будут переключаться плоскости по отдельности здесь также реализован самый классный алгоритм который сделан у последнего fireco 3d то есть после горизонта загорается одна вертикаль спереди горизонт отключается следующее нажатие загорается другая вертикаль 1 предыдущие отключается следующее нажатие загораются только две вертикали и следующее нажатие горит все горизонт и две вертикали по 360 градусов следующее нажатие оставляет просто один горизонт, ну такой же алгоритм ровно как у Fireco 3D, на мой взгляд это самый удобный алгоритм, то есть все можно отключить по отдельности, чтобы никакая другая плоскость не мешала во время работы. Да, друзья, забыл сказать, при включении режима работ с приемником загорается также соответствующий индикатор посерединке и линей начинает гореть чуть тусклее, в этом режиме также можно сэкономить заряд батарей. Также примечательно в этом нивелире, что компенсатор устанавливается очень быстро, то есть вот после максимального наклона буквально 1-2 секунды и нивелир готов к работе. Так, друзья, предлагаю проверить его толщину линии, сравнить ее с линией Fireco 3D Green и посмотреть толщину на разных расстояниях, давайте посмотрим на метре, на 5 метрах и 10 метрах. Так, друзья, вот наши два прибора, я установил их на расстоянии 1 метр от стены, да кстати вот тут можете сразу видеть, что Fireco чуть-чуть покомпактней все-таки будет, ну давайте проверим толщину линий. Так, друзья, на одном метре видно, что уровень HC или Hang Chang, как еще он называется, линия у него намного тоньше, то есть вот Fireco идет сверху, у него линия в районе двух миллиметров на расстоянии метра, у Hang Chang где-то полтора миллиметра, даже может чуть поменьше, но давайте посмотрим как будет меняться ситуация на пяти и десяти метрах. На пяти метрах ситуация практически одинаковая, Fireco сверху, Hang Chang снизу и толщина линий у обоих чуть менее двух миллиметров, по толщине они идентичны, по яркости также уровень Hang Chang ничем не уступает Fireco. Давайте посмотрим на десяти метрах. Друзья, на десяти метрах ситуация такая же, Hang Chang ни в чем не уступает Fireco, линия тоненькая и такая же яркая, у обоих толщина чуть более двух миллиметров, да также у уровня HC видно некое мерцание, но это исключительно на фотоаппарате, когда смотрите просто так на луч, такого мерцания не видно. В общем друзья, что хочу сказать, за время обзора если честно я изменил отношение к этому уровню, он мне намного больше понравился чем в начале, а в частности мне очень понравилась его линия, именно яркость и толщина, она очень тонкая и однородная по всему периметру, то есть у нее нет никаких расширений, утолщений, каких-то размытий, она четкая, яркая по всему периметру, как вертикаль, так и горизонталь, ну и плюс самый максимальный функционал, да есть недочеты, мне не нравится переключатель снизу, мне не нравится что вставляется зарядка сверху и еще такой момент, что он не может работать от батареек, только либо от аккумулятора, либо от сети, в принципе в комплекте идет два аккумулятора, поэтому этот минус тоже не совсем критичный, плюс хорошая поворотная база в комплекте, однозначно могу сказать, что этот уровень стоит своих денег, так как 11 тысяч рублей для зеленого 3d лазера, это не так и много на самом деле, если посмотрите какие цены у нас на российском рынке, а так эта модель очень достойная и стоит дешевле некоторых своих китайских конкурентов, да друзья, ну в следующем видео мы обязательно проверим его еще на точность, если он и там окажется идеальным, то вердикт будет однозначен, классный уровень, друзья на этом все, подписывайтесь на канал, будет еще сравнительное видео непосредственно по комплектациям, по функционалу, по лучам, с зеленым лазерным уровнем клубеона 3d и фаеркотриды, поэтому не забывайте нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео, ставьте палец вверх, всем добра, пока-пока!